Привет, ребятушки, и добро пожаловать ко мне на канал, и сегодня я наконец-то, наконец-то собралась с мыслями и решила снять вместе с вами обзор на палетку от Mark Jacobs, которая называется Extravagance 860. Посмотрим с вами свочи, сделаем как минимум два макияжа, и я расскажу свои ощущения и впечатления от этой палетки. Свочи у палетки очень пигментированы, они нереально какие-то красивые, что насыщенный черный, просто великолепный, даже вскраплением блесток, а что касается сияшек, так вообще здесь просто одно заглядение на них и смотреть, что в палетке, что на свочах, это все нереально красиво сияет. Очень красивый здесь сатиновый коричневый, очень бы хотелось сделать с ним макияж, потому что это прям вообще очень такой цвет благородный, красивый, мне кажется, на каждый день будет вообще просто супер. Очень классная палетка по своему цветовому решению, и уже не терпится начать делать ее макияж. Очень красиво выглядит палетка, это палетка, как я уже говорила ранее, мне кажется, в распаковке, единственная палетка от Marc Jacobs, которая мне хоть как-то запала в душу, начиная с невозможного просто оформления, очень красивая, заканчивая вот этой подборкой оттенков внутри. И здесь все настолько шикарно, что просто вообще, я назвала эту палетку для себя, что это Porsche только в мире теней. Шикардосное оформление, я просто вообще тащусь. Как обычно, сначала нанесу консилер в качестве базы, у меня это Revolution, тут просто вот реально уже какие-то полузасохшие остатки. Я думаю, что уже скоро на выброс он у меня отправится, возможно, даже прямо сейчас, потому что реально здесь уже прямо на стенках дыры образуются, я прямо этому очень-очень рада. Итак, первый оттенок, с которым я хотела бы сделать макияж, это вот этот вот коричневый сатиновый, хотела бы я с ним сделать смоки. И для этого, я думаю, нам понадобится оттеночек-складку, это вот этот вот такой прям, ну не знаю, молочный шоколад, я бы назвала этот оттенок. Очень пигментированные тени, просто вообще. На нижнее веко. С этой палеткой, как я поняла, очень быстро работает, очень просто, просто за две минуты все у нас растушевывается, где нужно. И, наверное, я также нанесу сразу этот оттеночек на второй глаз, но там у нас будет другой макияж. Так, и теперь, пожалуй, попробуем плоской кисточкой набрать вот этот красивый, невозможный, просто коричневый сатин, вот этот вот. Набирается идеально. О, и как раз попробуем покраситься в зеркало. Очень красивый какой-то, не знаю, коричнево-золотистый этот оттенок. Просто, мне кажется, супер вообще на каждый день. Также я хочу на нижнее веко его нанести. Осыпашки у этих теней бешеные, я потом еще вам про черный расскажу и покажу, потому что это... Ого-го-го, все осыпается, в глазах у меня тоже куча этих теней, но ничего вообще критичного не произошло. Немножко потушу и по низу, и по верху этот оттенок. Вообще, очень прекрасно он сливается с матовыми. Все чудесно. Единственное, только у меня вот здесь вот очень много осыпашек. Так, все представляете, уже почти, почти готов макияж. Хочу на плоскую кисточку. Единственное, что набрать, это вот этот вот красивый очень оттенок. Сейчас вам покажу его на свотче. Просто супер. Набираю его тоже на плоскую кисть и буду наносить во внутренний уголок. Ох! Вот эти спарклы, реально, это спарклы. Они очень-очень красивые, просто невозможные. Это изюминка этой палетки. Мне кажется, до этого у марка этого не было. Единственное, была, возможно, рождественская коллекция с розовыми, по-моему, и с серебристыми, насколько я помню. Кстати, ее себе тоже хотел купить, но ее уже вообще просто на день найти. И немножко на нижнее веко. И, конечно же, мне кажется, этот макияж уже прекращает быть повседневным. Он становится более праздничным. Но, в принципе, реально я бы так ходила бы каждый день. Осталось, не знаю, только стрелочку какую-то прорисовать, реснички. И как бы все. Вообще прекрасный макияж на каждый день. И я предлагаю переходить ко второму глазику. Я тут у себя, наконец-то, откопала, представляете, клей для глиттера от NYX. Я, мне кажется, им не пользовалась вообще полгода точно. А, возможно, и больше. Это прям вообще офигеть. Как обычно, наносим его на руку. Его не должно быть очень много. И разнесу его на все подвижное веко. А все для чего? А для вот этого черного. Мне очень интересно, как перенесутся блестки. Потому что их тут очень-очень много. Но, как бы, если мы будем просто так наносить, то, понятное дело, что они осыпятся. А набирается этот оттенок реально с блесточками. Вообще, посмотрите, какая пигментация у оттенка. Просто какой-то взрыв. И, я думаю, будем просто припечатывающими движениями вбивать этот оттенок. Ну, кстати, пока блестки у нас на месте. Надеюсь, так и будет. Здесь какие-то и бордовые, и золотые. Попробую сначала кисточкой с оттенком формы немножечко все это подтушевать. Наверное, все-таки придется. Придется добавить этого черного. Потом тогда, если что, поднанесем. Он просто мега пигментированный. Вообще нереальный. Просто я вот набиваю, и офигеть, какая пигментация. Просто тоже на нежнее веко его нанесем. Офигеть. Такой черный последний раз был у Наташи Диноны только. Посмотрите, какая вообще пигментация у черного. Один из лучших черных в моей жизни. Наверное, возьму немножко вот этого молочного шоколада. Здесь вот пограница. Так, я еще подсветила вот этот вот уголочек внутренний золотистым таким. Мне кажется, он канареечный оттеночек. Вот этот самый центральный. Он очень-очень красивый. Хочу еще нанести на губы вот этот блеск от Pat McGrath. Это Fire Nectar. Пахнет он слабковато. И здесь просто мега крупные блестки. Я при таком свете просто никогда не смотрела на этот блеск на губах, как он смотрится. Здесь прям вообще россыпь бриллиантов. Очень красиво. Не уверена, что на самом деле подойдет под эти два макияжа. Тут просто блестки какие-то и голубые, и розовые. Но прям за счет этого губы такие прям прохладные получаются. В общем, очень красиво. И он липкий, но не очень. На лосах не хочу пробовать. Они у меня чистые, поэтому не надо. И давайте скорее посмотрим, что у меня получилось. Давайте быстренько обсудим вот эти два макияжа. Мне, честно, очень понравился вот этот макияж. Этот оттенок, он очень такой прям нейтральный, прикольный. Очень, мне кажется, натурально как-то свежо это все смотрится. То есть для каждодневного макияжа, если не делать такую огромную стрелку, то прям-таки вообще все чудесно. Ну и, соответственно, черный. Остались тут, как я вижу, блестки. Мне очень нравится, как высветился вот этот вот золотистый уголок. Очень все прекрасно. Насыщенность черного прям вообще ого-го. То есть прям, честно, прям было сложно убирать с лица осыпашки, потому что там пигментация просто в каждой крупинке. Это вообще что-то немыслимое. И блеск, я, честно, наверное, не думаю, не уверена, что вам видно вот этих всех переливов. Но они очень красивые. Вот это все придает какой-то больше прохладневинки губам. И это смотрится очень красиво. В общем, вот такие вот два макияжа. Один натуральный, другой прям такой хобо-контраст. Черный в смоке. Давно я не делала, кстати. И прям вообще очень интересно. И давайте еще сделаем один с вами макияж, который я сделала буквально за, не знаю, максимум за пять минут. Что касается теней, так вообще за три минуты. Сейчас я вам расскажу обо всем более подробно. На этих выходных мне просто позарез нужно было быстро что-то сделать. У меня были разные абсолютно варианты. От Dreamy Nabla до, я не знаю, там, ну реально до Марка Джейкобса. Вот. И я все думала, думала, что же ж, как же ж, как же ж. И у нас была вечеринка. То есть мне нужно было что-то приготовить, что-то убрать. В общем, времени на себя катастрофически вообще не хватало. Ну, как обычно, собственно, хозяйки, вы меня поймете 100%. Вот. И я подумала, что ладно, фиг с ним, попробую Марка. Просто в деле. Короче говоря, мои гости мне написали, что они уже идут сюда. У меня уже оставалось, я не знаю, реально. Вот знаете, вот прям вот так вот по-хорошему минуты три у меня оставалось. Вот на макияж, с лицом, со всеми делами. Вот. И я подумала, что все, короче, я беру просто Марка и посмотрим, как он вообще меня сможет, ли выручить или нет. И я буквально минуты реально за три насчет теней, если говорить, я себе сделала полноценный макияж, который можно брать на любой праздник абсолютно. То есть это смотрелось очень грандиозно, в итоге выполнялось это все просто, заняло очень мало времени. И я говорю, вот по итогу это смотрелось, ну, просто идеально. Вообще, начиная с дней рождения, заканчивая новыми годами, это просто вообще палочка-выручалочка. Сейчас я покажу вам поближе к макияжу, что я вообще имею в виду. Опять-таки, я брала вот этот вот молочный шоколад. Мне очень нравится, как называется этот оттенок. Здесь он называется I have. Ну, I have, ты кайф-хэф. Боже мой, реально, I have три минуты и просто сделала себе супер макияж. Как обычно, им я закладываю складочку. Уже я, кстати, потихонечку привыкаю к этим теням, что они очень сильно пигментированы. Мне кажется, прям как Настя, и так же они сыпятся в самом рефиле. Поэтому нужно реально все-таки к ним как-то привыкнуть. На нижнее веко это все. Ну, вот этот вот молочный шоколад просто незаменимый. Не знаю, оттенок реально вот вообще. У меня как-то коричневых так вообще не осталось в коллекции. И вот этот прям очень-очень-очень хороший. Базовый макияж мне прям вообще очень сильно зашел. Я бы реально так ходила бы на работу. Я думаю, ну, стрелки-то точно там особо не запрещают, мне кажется, в офисе. Поэтому вообще сказочно. Все, форма у нас готова, скажем так, на начальном этапе. И сразу просто с места в карьер я тыкнула тогда в этот прекрасный черный. Тыкнула я прям так нормально. Я не пользовалась до этого черным оттенком. Видела я его только на свотчах. И как-то в спешке прям бамс себе вообще. Вот так вот я тыкнула. И у меня было очень все тут дико пигментирован. Я подумала, господи, что же мне с этим делать. Он реально, он вообще разносится просто как я не знаю что. Интересно, а на второй глаз вот этого мне хватит? Ну, немножечко не хватило. А то потому что сейчас я вот говорю, что я начала хоть как-то понимать, как с этими тенями работать. Запоминать для себя сколько вообще чего нужно куда тыкнуть. Чтобы не получился капец. Ну вот, посмотрите. Это вот просто нереальная какая-то пигментация. Без проплешин, без всего вообще абсолютно. Быстренько я наношу вот это еще и на нижнее веко. Чуть не доходя серединке. Попробуем остатки тоже вот сюда нанести. Просто в прошлый раз, когда я красилась, мне реально хватало вот этих вот остатков. Я, походу, там вообще столько набрала этого всего. Потом не знала, как это все распределять, чтобы это все было нормально. На глазу чуть-чуть вот здесь вот вытянем это все дело. Черный туда вот дальше не нужно уводить, потому что будет некрасиво смотреться. Это я уже знаю из своего собственного опыта, когда это будет смотреться просто капец. Как? Так, сейчас немножко вот тут вот на слою. И вот, пожалуйста, реально, не знаю, там, ну за две минутки, да, я сделала с молочным шоколадом и с черным вот этот вот уголочек. Дальше просто беру свой пальчик и набираю вот этот вот очень красивый оттенок, просто сказочный, который мне и кому-то, мне кажется, напоминает золотишко из мини-голд от Наташи. Я наношу его вот где у меня переход с черным. Буквально два свайпа и у меня обалдеть вообще какая пигментация на глазу. Образуется просто сказка. Не знаю, это уже мне реально начинает напоминать какую-то Клеопатру. Шикарный оттенок, просто вожественный. Как фольга, это реально фольга на глазах. Осыпашек я почти не вижу, одна там две блесточки где-то у меня осыпались. Так, счищаю супалец и наношу звезду просто палетки. Вот этот вот центральный оттенок. Это вообще что-то неописуемое. Очень красивое золото. Просто, ну не знаю, чистейшее, наверное, золото. Но какого-то очень красивого оттенка, просто нет слов. Наношу его чуть подальше. Дальше. Посмотрите, как он отражает свет. Это вообще что-то неописуемое. И этого же свайпа мне хватило на второй глаз. Просто сказка. Так, и я беру плоскую кисточку и буду наносить во внутренний уголочек вот этот вот оттеночек. Он тоже очень красивый для дневного использования. Он сделает чуть более нарядным макияж. Но здесь он нам просто необходим. Он уже такой какой-то более холодный, чем предыдущий. Золотой. Так, и кисточка у нас была с черным оттенком. Немножко вот здесь вот я это все дело приглажу, чтобы не сильно вот эти переходы нам бросались в глаза. Возможно, еще, кстати, вот я сейчас смотрю, немножко еще нанести вот этого красивого такого оливкового с золотым. Тогда, кстати, даже это мне не нужно было. Не знаю, как-то прям вообще все идеально получилось с первого раза. И вот это золотишко прям очень захотелось нанести прям на центр века. Так же это все быстренько вообще за 2 секунды я дублирую по нижнему веку. Я имею в виду вот эти спарклы. Здесь, конечно, больше все начинает осыпаться, потому что у них такая структура рыхловатая, крупные достаточно частицы. Но тут как бы сначала глаза, потом лицо, все тоже правило действует у нас абсолютно. Убираем осыпашки, приклеиваем ресницы и сейчас вернусь и поговорим про вот эту палеточку. Так, я наделала глаза и тогда мне не хватало, как я уже сказала, времени на полный макияж. Пришлось делать какие-то выборы в пользу чего-то. И я выбирала между румянами и бронзером и выбрала румяна из вот этой вот палетки. Также я выбрала хайлайтер. То есть без хайлайтера я очень бы не хотела быть. Удивлена, что я выбрала румяна вместо бронзера. Я не знаю, почему так. Вот что бы вы выбрали, реально, если бы у вас было просто, я не знаю, 10 секунд, за что бы вы схватились. Мне очень интересно, какой выбор вы бы сделали румяна, бронзер, хайлайтер. А можно вообще бы сказать, да фиг с ним и так сойдет. Губы, соответственно, тоже некогда было вычерчивать контурным карандашом. Вот, и поэтому я нанесла блеск. Сейчас продублирую еще раз вот это. Очень красивое нечто. Шикардосный вообще блеск. Вообще, как вы знаете, я больше за макияж глаз, чем макияж губ. Поэтому, как бы, в принципе, мне ок, учитывая то, что, как бы, это был ужин, да, прям тут же все сели и начали кушать. Поэтому я, ну что, вот я губы бы накрасила и тут же бы их съела. Глаза, глаза, это зеркало души, одно от нас никуда не денется. Давайте я покажу поближе, что у меня получилось, а потом уже все-таки обсудим вот эту вот красотищу. Так, насчет наряда у меня было вот это вот платье. Очень красивая здесь вышивка. В общем, собственно, вот такой вот у меня был образ на этот день рождения моего мужа. И, конечно, эта палетка, безусловно, меня не подвела. Те считанные мгновения просто до прихода гостей, она меня очень спасла. Просто невозможно. Нереальной красоты эти спарклы, они просто загораются на глазу. Это невозможно. Наносите вот это вот золото, оно просто какое-то космическое, нереальной красоты. Невозможно. Аналогов я, честно, вот этому оттенку не знаю совсем. Вот это очень красивый такой оливковый оттеночек невозможной тоже красоты. Вместе вот эти оттенки мне напоминают мини-голд Наташи Диноны. Там золото очень тоже красивое, кремовое. Здесь вот оно все такое немножко с хлопьями идет. Вот таки сверху Марк, внизу Мелт. И что-то прям Марк гораздо заглушает. Мелт прям... Вверху это Марк, а внизу это Мелт Смок Сэшн. И что-то я прям настолько в шоке, что Марк гораздо более сияющий, чем Мелт. Здесь прям вне конкуренции побеждает Марк. Как обычно, Марк сверху, Мелт снизу и Марк опять-таки заглушает Мелт. Мне прям Марк больше гораздо нравится. Вот это да. Так, здесь теперь у нас снизу идет голд от мини-голд Наташи Диноны. И сверху у нас идет Марк. И наконец-то хоть что-то могло победить в этом споре. А у Марка более зеленое золото. У Наташи, конечно, слава богу, без конкуренции абсолютно. Но на самом деле прям два своча очень достойные. И поскольку золото от Марка, мне кажется, немножко зеленцой, я еще сделала сводч тоже из мини-голд, но уже такой фисташковый оттенок. Ну и понятное дело, что он гораздо зеленее, но, не знаю, мне кажется, выбрать, наверное, очень будет сложно, потому что очень они красивые. Оба прям вообще нереальные. И решила еще поискать что-то похожее на оттенок посветлее из Марка. Он сейчас находится посерединке. И с левой стороны у нас идет оттенок из Меркурия Galaxy. Он розоватый. Хотя мне казалось, что он такой более бежеватый по лентке, но на сводчу он выдал нам розовый. И третий оттенок, это тоже из Меркурия, называется Gold Glitch. И, конечно, здесь, ну, не то чтобы по сиянию, а просто по интересности, скажем так, оттенков, побеждает все-таки Меркурий. В нем красивый и розовый. И вот этот Gold Glitch, там вообще очень много всяких разных блесточек, которых мы не видим в Марк. Они в Марке какие-то, ну, более плоские, чем в Меркурии. Но качество прям, хочу сказать, очень неожиданно для меня. Мое любимое. Там же все очень кремовое. И мне кажется, реально, если соединить вот эти вот два оттенка вместе, то похожее что-то будет на Наташу Динону. Но здесь это все гораздо ярче. Здесь реально какой-то праздник, который всем нам когда-то нужен. Невозможный просто красоты. Это все выглядит шикарно. Черный, я вам показала, смоки. Я надеюсь, что там не было никаких проплешин. Вместе потом с вами посмотрю на монтирование. Но удалось, удалось кремом для глиттера это все соединить, чтобы блесточки не отваливались. Я, честно, их видела. Черный нереально крутой. Очень классный. Пигментированный на 250%. Такой пигментированный черный. Я, мне кажется, в своей жизни видела единожды. И это был Наташа Динона The Blackest Black. Здесь тоже шикарный. Да еще и с блестками. Теперь мы знаем, да, прием, как блесточки оставить на глазу. Реально он работает с этими тенями. Поэтому пользуйтесь при желании. Идеально прекрасный матовый. Светлым я вообще никогда не пользуюсь. Как бы для меня это, мне кажется, уже какая-то устаревшая тема. Прекрасный цвет вот этого молочного шоколада. Все чудесно. Отлично, мне кажется, макияж на каждый день получился. С вот этим вот красивым сатином. В общем, просто вне всяческих похвал палетка. И еще просто главная, мне кажется, деталь для любителей палеток. Это ее невозможной красоты упаковка. Реально это Порше в мире теней. Шикардос. Просто шикардос. Реально вот она первая, которая меня смогла как-то зацепить. Что я ее собралась покупать. Это вообще было очень спонтанная покупка. Уже прямо в ночи я как-то прям взяла, короче, психанула. Не знаю, видимо, голос свыше мне указал. И я, в общем, ее купила. О чем вообще не жалею. Прекрасная палетка. Вообще просто супер. Я, кстати, заметила, что тени марка почему-то не очень популярны. Как-то особо никто не хочет покупать. Но лично у меня палетки от марка. Поэтому это на самом деле мне непонятно. Она очень красивая и очень-очень просто лакшери. В счет то, что, кстати, она стоит не очень дорого. По-моему, 2000 с чем-то она стоит. Это вам не пэт за десятку с полной ерундистикой внутри. Это лухари вообще невероятные. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какой из трех макияжей вам понравился больше всего. Я захотела вам показать и как макияж на каждый день, так и черный смок, так и вот такой очень-очень быстрый, но мега красивый макияж на вечеринку, на любой вообще случай. Ну а на сегодня это было все. Спасибо, что были со мной. И увидимся в моем следующем видео. До скорой встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok